Друзья, привет! С вами Надежда Владиславова и пять следующих занятий у нас будет посвящено такой важной теме, как коммуникация. Коммуникация – это наше все, потому что от нас бегут, нас игнорят или наоборот к нам выстраивается огромная очередь для того, чтобы с нами пообщаться, зависит только от того, какой мы коммуникатор. Какой я коммуникатор? Плохой, нейтральный или классный? Так вот, если вам тема эта интересна, коммуникация и как выстраивать мастерский коммуникацию с незнакомыми даже людьми, знакомые, кстати говоря, тоже, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Значит, знаете, какой очень важный навык, который нужен любому человеку, который хочет хорошо коммуницировать с другими людьми? Это уметь знакомиться, причем в любое время и в любом месте. Вы знаете, моя дочь Настя, она сейчас финансовый аналитик в Нью-Йорке, когда она училась в Нью-Йоркском университете, там было очень такое важное задание. Там не ставили зачет, если отправляли человека на какую-то очень крутую бизнес-тусовку, и он приходил оттуда меньше, чем с пятью визитками. Вы же понимаете, что студенту не очень легко получить визитку у какого-то серьезного человека, который уже давно занимается бизнесом. Тем не менее, если это было меньше пяти визиток, больше – пожалуйста, а меньше пяти – это уже не зачет. Так что студенты были волей-неволей обязаны учиться коммуницировать, знакомиться с другими людьми и показывать им, что этот контакт с ними может быть полезен. Вот и мы с вами будем учиться знакомиться с людьми пока что на этом занятии, на мероприятиях, которые специально для этого предусмотрены. Какие это могут быть мероприятия? Это может быть какой-то деловой семинар, какие-то курсы, какая-то деловая конференция. Или вот сейчас как модные такие мероприятия, как бизнес-завтраки и бизнес-вечеринки. Начнем с самого легкого. Как познакомиться с группой людей? Как вот так вот органично, как-то непринужденно, легко, естественно, влиться в группу людей, которая уже каким-то образом сформировалась, и они беседуют о чем-то интересном. Вот вы вошли в зал. Кстати говоря, имейте в виду, что стоять и ждать, чтобы к вам кто-то подошел, это такая стратегия, которая полностью обречена на провал. Сразу берите инициативу в свои руки. Значит, я пришел, я пришла, мне все так интересно, я сканирую глазами, что такое происходит в зале, вижу какую-то компанию людей, которые оживленно о чем-то беседуют, у них такой какой-то дружелюбный и открытый вид. И я направляюсь к ним, там, улыбаясь вокруг себя, там, с кем-то, там, помахав ручкой, с кем-то, улыбнувшись, с кем-то, встретившись глазами, там, проходите, проходите, там, не знаю, с коктейлем, с каким-то или с кофе. И вы останавливаетесь неподалеку от вот этой вот компании. Я, вы, это абсолютно не важно. Останавливаетесь и вслушиваетесь внимательно в то, о чем они говорят. И постарайтесь действительно быть заинтересованными этой темой. И покажите это невербально. Каким образом? Кивайте, когда что-то такое срезонировало с вами абсолютно, да, вот честно, улыбайтесь, да, 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 вот точно это, да, я с этим согласна, да, да, внутренне идет, да. Встретитесь с кем-то глазами, кивните, вот. А потом, когда возникнет какая-то пауза, кстати говоря, вот в то время, пока вы кивали и улыбались, уже тот, кто говорит, он начал включать вас в число своих слушателей. Это происходит обязательно, хочет этого человека или не хочет, когда он видит, что кто-то на него реагирует так живо, да, он уже включает этого человека в число своих слушателей. Вы тогда подходите и говорите, здравствуйте, слушайте, мне так интересно то, о чем вы здесь говорите, можно я к вам присоединюсь? Вот, а не расступаются, вы входите, меня зовут Надежда Владиславова, я психолог, руководитель центра тренингового на берегу моря в Латвии. Мне очень интересно, вот вы только что сказали вот то-то, 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 и вот как бы вот очень это мне сильно откликнулось, потому что то-то, то-то, то-то. И люди начинают дальше разговаривать, да, продолжают свою беседу, вы также внимательно слушаете и вставляете ненавязчиво периодически свои какие-то реплики. Нейтральные, ребят, да, вот никогда не начинайте поддерживать спорящих, ни одну, ни другую сторону. Наоборот, старайтесь произносить такие фразы, которые интегрируют и ту, и другую позицию. Значит, смотрите, о, интересно, вот вы только что затронули эту тему, вот мне-то тоже очень близко, потому что то-то, 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 короткая какая-то реплика, не надо перехватывать инициативу и рассказывать всю свою жизнь в связи с этим, да. Нет, просто вот что-то такое коротенькое вставили. Дальше, допустим, о, интересно, и как давно вы оказались вовлечены в эту деятельность так глубоко? Я смотрю, вы действительно очень глубоко вовлечены в эту деятельность, действительно, похоже, что вы в восторге от того, что вы делаете, это так здорово, да. Или, там, предположим, и как давно вы обосновались в этом городе? Или, что там еще можно сказать? А, слушайте, вот то, что вы рассказываете, говорит, что вы, в общем-то, здорово загружены. Вам это нравится, но вы очень здорово загружены. Какую часть вашей работы вам удается кому-то делегировать? И удается ли вообще? Вот, или, или. Вот, насколько я поняла, ваша работа связана с путешествиями. Вы постоянно куда-то перемещаетесь. Я слышу, такой город, такой город, такая страна. Это вас не утомляет? Вам как-то вот нормально в таком ритме жить? Вот, мне это интересно, да, потому что я тоже предполагала путешествовать. Вам это удается каким-то образом нормально с семейной жизнью сочетать? Или это трудно? Каждый раз что-то такое хочется придумать, чтобы и то, и то успеть. Вот, да, вот как бы показываете вашу заинтересованность и, в общем-то, ничего такого экзистенциального. Да, вот какие-то вот такие вопросы, достаточно бытовые, в то же время ценностные для другого человека. Если вы хотите действительно глубоко погрузиться в тему коммуникации и узнать на практике, как выстраивать такие какие-то гармоничные, правильные отношения и на работе, и дома каждый день, приходите на мой бесплатный практикум, который называется «Гни свою линию нежно». Можно просто записаться туда по ссылочке, зарегистрироваться. И, в общем-то, вы продолжаете таким образом беседовать. Обычно разговор, стоящий в группе людей, он длится где-то 30 минут, самое большое. Может быть и 5, может быть и 10, может и 20. Вот 30 – это просто потолок. И я через несколько занятий расскажу вам, как вежливо покинуть группу, чтобы не дожидаться, когда вы там останетесь одна или один. А в следующем моем выпуске я предполагаю вам рассказать, как знакомиться с человеком, когда вы с ним тет-а-тет, так сказать, вот в таком личном контакте. Это было про группу людей. А дальше я уже буду рассказывать, как познакомиться с человеком, который понравился, когда вы с ним вдвоем. Если вам показалось полезным то, что я вам рассказала в сегодняшнем выпуске, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До следующей встречи.